Буквально на голом энтузиазме выживает научно-исследовательский институт рисоводства в Казалардинской области. Порядка 50 ученых не получают с начала года зарплату. Большая часть сотрудников отправлена в отпуск без содержания. Молодым специалистам не предоставляется общежитие. Финансовые проблемы стали причиной ухода из НИИ ученых, и отток переживают в институте продолжится. Между тем, содержание научных кадров осуществляется за счет программно-целевого и грантового финансирования. Но четвертый год проекты института рисоводства конкурсную комиссию не впечатляют. Ученым приходится одовольствоваться ролью соисполнителей у других коллег по цеху. Так, в период с 2018 по 2020 годы удалось реализовать лишь три проекта НИИ земледелия и растеневодства, а также НИИ плода овощеводства на общую сумму 9 250 000 тенге. В 2018-2020 годы институт подавал от своего имени проекты по объявленному конкурсу на программно-целевое финансирование, однако положительного решения заключения Национального совета не получил. В 2021-2023 годы объявлен конкурс МСХ РК на программно-целевое финансирование. Институт подал несколько проектов, опять-таки, в качестве соисполнителя. И пока еще неизвестно, какой исход будет, то есть получим ли мы положительное заключение и будем ли мы работать. Между тем, институт «Семенная житница», где создаются конкретно способные сорта не только риса, но и пшеницы, и чменя, донницы. Несмотря на финансовые проблемы, в посевной сезон команда ученых работает в поле. Руководство обещает выплачивать каждому зарплату всего лишь по 30-40 тысяч тенге. В собственности не около 5 тысяч гектаров земельных площадей.